Дорогие друзья, было несколько комментариев с просьбой освежить знания про бульоны. Я сегодня расскажу, как готовить классический бульон. Я использую говядину. И с чего начнем? Начнем с простого обзора. Все бульоны делятся на три типа. Белые, желтые и красные. Больше бульонов нету. Их, конечно, там могут быть миллион, но это все уже производные. Главное, запомнить эти три. Значит, белый, это когда мы овощи не обрабатываем, мясо у нас сырое не обрабатываем, мы просто складываем в холодную воду и начинаем варить. Желтые бульоны, это когда мы обжариваем овощи, а мясо мы не трогаем. Это получается желтый бульон, это самый распространенный в ресторанах. И очень часто, кто знает, что поваров и дома используют эту технологию. И красные, это когда мы мясо обжариваем и овощи обжариваем, и потом все это складываем и начинаем варить. Итак, в чем смысл вообще бульона? Значит, многие, я знаю точно, что и среди моих родственников есть люди, которым на рынке постоянно что-то втюхивают. Они норовят продать вам зачем-то мякоть бедра, где одно волокно и нету ни соединительной ткани, ни жирка, ничего прочего. Может быть, бульон конца моей хороший получится, но навара там не будет никакого. Самое лучшее, запомните, две части говядины, лучшее для бульона, это грудинка. У меня сейчас как раз, я уже порезал ее на куски, здесь по хрящам. И голяшка. Все другое вообще можно больше не варить и не забыть про это мясо. Самое вкусное, это вот эти две части. У грудинки губчатая кость, которая содержит много капилляров кровеносных. Это называется еще сахарная косточка, именно из нее получается сладкий, очень вкусный наваристый бульон. Здесь же у нас есть жирок, и у нас здесь есть садительная ткань, мышцы. И вот эти вот жилки все не очищайте, не убирайте их никуда, они дают нам навар. Потом, если вы их не хотите есть, вы можете их выкинуть. Ну, например, для меня вот эти жилки, это вообще самое вкусное. И, во-вторых, у нас здесь определенная текстура мяса. Ведь стоит нам отварить мякоть заднего бедра у коровы, то в итоге что мы получаем? Не мясо, а солому. Там есть его нельзя. Опытные кулинары вам сто процентов скажут, что есть мякоть. Понятно, мы очень часто выбираем то, что вот нам дали, а у нас бывает нет выбора. Хорошо, вы сварили эту мякоть, но наварили вы там что-то похожее на бульон. Потом обычно это мясо перекручивается с пассированным луком, превращается в пирожочки или в растягайчики, и потом подаются к этому бульону консаме. Это вот мякоть заднего бедра. Мы же варим вкусный наваристый бульон с хорошим мясом, грудинкой и галешкой. Итак, холодная вода. Мы сюда складываем куски мяса. Как только положили мясо в холодную воду, сразу же включаем. Так, если заблокировано, нужно удержать палец на замочке в течение пяти секунд. Все разблокируется от детей и кошек. Теперь выбираем конфорку, сразу ставим бустер, чтобы быстро нагревалась, и уже вода начинает нагреваться. Дальше. У меня была половинка вот такой маленькой морковки. Я специально разрезал на 4 части, чтобы вам было понятно. Две части мы не используем вообще, и всего лишь два маленьких кусочка мы обжарим на сковороде. Кладу на сковородку, сразу же тоже врубаю побольше. Есть повара, которые я складываю туда, блин, две-три морковки обжигают. Зачем? У нас бульон мясной, и нам нужно всего лишь подчеркнуть вкус мяса, а не сделать его морковным или луковым. Лук, который тоже должен быть в бульоне, обязательно. Я, видите, даже не стал его чистить. Я всего лишь разрезаю на две половинки вдоль. Корневую часть можно отрезать, хвостовую часть можно отрезать. Лук должен быть чистый, помойте его вначале. И вот эту половинку, всего лишь одну половинку, положите также с этой стороной на сухую сковородку. Нам нужно их обжечь. Когда они закарамелизуются, мы варим по сути желтый бульон. Тогда мы их уже отправим в бульон. Еще один секрет. Значит, пока у нас овощи жарятся, соль добавляем сразу же. Причем, ориентируйтесь, ну то есть довольно хорошо нужно добавить соли. Для чего мы это делаем? Всем известно, что соль вытягивает из мяса, из любого продукта все соки. Так вот, нам нужно, чтобы соль с самого начала в процессе варки уже вытягивала из мяса лучшие соки для того, чтобы обогащался ими бульон. Это очень важно. Если вы варите мясо ради мяса, тогда бульон следует солить в конце. А если вы варите бульон ради бульона, то в самом начале для того, чтобы все самое вкусное вышло из мяса в бульон, потому что вот там и начинается вкус настоящего бульона. Вот смотрите, луковица слегка закарамелизовалась и вот в таком виде вместе с шелухой мы ее отправляем куда? Да, к мясу. Раз. Вот смотрим морковка. Морковка тоже тут местами у нас уже закарамелизовалась. Вот тоже такие подпалины появились. Тут дымок идет, ничего страшного. Можно это делать прямо на газу, ничего вообще не произойдет такого. Главное, чтобы не было гари, уже полностью сгоревшей ткани. Поэтому, когда мы имеем кусочек морковки, кусочек лука, мясо, мы должны в самом начале добавить один лавровый лист. Лавровый лист это удивительное, то есть, ну вот на этот объем прям, ну вот тут два кусочка будет совсем немножко. Лавровый лист удивительным образом подчеркивает вкус мяса. Многие говорят, там горчить будет суп. Конечно, если вы полтонны сюда закинете лаврового листа, конечно, будет горчить. Когда вы бросаете один лавровый лист, ничего не горчит, он как бы раскрывает вкус любого мяса. Без лаврового листа попробуйте дома отварить и с лавровым, без лаврового, поймете, что это вообще два разных бульона. Вот видите, подкарамелизовалась немножко морковь. Нам не нужно ее превращать, не знаю, в уголек или еще во что-то. Отправляем сюда. Суп закипает, сразу же начинаем снимать пену. Чтобы она у нас не расщеплялась, не превращалась в муть. Некоторые что делают? Снимают пену шумовкой. Толку от этого никакого нет, надо снимать ложкой обязательно. Об этом еще Вильям Похлебкин пишет, подробно расписывая, что шумовкой вы снимаете только верхнюю фракцию. Все остальное у вас продолжает вариться и расщепляться внутри бульона. Некоторые даже делают, знаете что? Вообще не снимают пену. Бульон варится, 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 потом они его берут и фильтруют через марлю. Это, конечно, чистой воды. Профанация, нельзя так делать никогда. Нужно сразу же снимать пену, потому что пена, которая варится у вас в процессе, дает плохой вкус бульону. Некоторые забивают. Я всегда склоняюсь к тому, чтобы вы не забивали, а внимательнее относились к той еде, которую вы готовите. Все, и тогда еда у вас будет получаться в десятки раз вкуснее. Вот теперь мы уменьшаем огонь. Добавляем перец. Чуть-чуть. Перец очень сильно подчеркивает вкус говядины. Не надо добавлять туда горошек, потом его вылавливать или фильтровать или еще что-то. Горошек это ужасно вообще. Когда попадается горошек на зуб в тарелке, я этого ненавижу. Крышкой мы не накрываем. Чтобы у нас конденсат не падал и не возвращался обратно в бульон, делая его мыльным. Так говорят повара, мыло падающее туда. Все, периодически смотрите, там какие-то будут появляться у вас пенки, шменки. Чуть-чуть и убирайте. И таким образом бульон у вас варится 40 минут в процессе. Вы знаете, что я в процессе его еще досаливаю. Если я понимаю, что он выкипает не сильно, он должен быть вкусный, соль дает максимальный вкус бульону. Да, и маленькая поправочка. Голяшка и грудинка чаще всего используются для бульонов, из которых потом сделают заправочные супы. Рассольники, солянки и борщище и так далее. Если же вы все-таки решили сделать суп консоме, максимально прозрачный, практически я их называю безвкусный, шутка, вот тогда вы можете использовать мякоть говядины без всевозможных жил и жира. За 15 минут до конца готовки я вытащил лук, морковку, лавровый лист, добавил туда новый лавровый лист для того, чтобы бульон приобрел новые нотки и концентрировался вкус мяса. Теперь я выключаю бульон. У меня есть тарелочка для него, конечно же, я не мог его просто оставить в кастрюле. Я делаю всегда вот так, выбираю самый лучший кусок, вырезаю из него все съедобное. Все, что не съедобно, возвращаю обратно в кастрюлю. Ай, горячее мясо! А этот кусочек нарезаю так, чтобы можно было его использовать в приготовлении уже, так сказать, финального блюда. Все нарезаем удобными такими кусочками, складываем в тарелку. Для бульона нужно всегда глубокую тарелку. И самое главное, что вот такой говяжий, крутой, наваристый бульон должен быть всегда в холодильнике. Имея такой бульон, вы всегда можете приготовить что угодно. Сегодня хотите картофельный суп? Картошечки нарубили, бульон из холодильника достали, мясо нашинковали. В сотейнике в небольшом на 3-4 человека приготовили картофельный суп. Завтра хотите другой суп? Приготовьте. Это базовая форма, которая должна быть всегда у вас в холодильнике. Если вы уезжаете в отпуск, конечно, его придется заморозить. После заморожки тоже ничего. Но я возвращаюсь к своим баранам. Что я сделал? Я очистил помидорку. Это маринованный помидор, именно с уксусом, с пряностями, с горчичным семенем, с укропом. Маринованный помидорчик, и я его кладу в бульон. Вы даже себе не представляете, как может измениться вкус бульона, когда вы добавляете туда маринованный помидор. Его уже не надо варить, ничего. Просто всего лишь заливаем мясо и маринованный томат бульоном. Все, бульон получился красивый. Даже немножко жира всплыло наверху. Бульончик должен быть жирком обязательно. Собираем его сверху и самое вкусное выливаем к себе в чашку. Кто-то любит добавлять туда репчатый лук нарезанный. Кто-то любит добавлять зеленый лук, травы и так далее. И немножко перца. Вообще, честно признаться, хорошо отваренное мясо и крепкий бульон, это мое самое любимое, что я чаще всего ем дома. Потому что вся эта гламурная кухня, большие всякие огромные сочетания ингредиентов в тарелке надоедают и хочется чего-то такого простого, базового, вкусного и настоящего. Мидея, почувствуй себя дома!